Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня веду я, Михаил Горин. Мои собеседники, израильские журналисты, Марк Котлярский и Марк Горин. Коллеги, я вас приветствую. Здравствуйте! Как всегда, когда мы в эфире втроем, то я оговариваюсь, что у нас два Марка, поэтому я буду обращаться, уточнять, кому я обращаюсь, дополняя фамилии. Итак, в Израиле продолжается война с Хамасом. Все непонятно. Наверное, так можно сегодня определить происходящее. Непонятно, будет ли сухопутная операция. Непонятно, насколько глубоко мы будем проникать. И вообще, что происходит. Но вот, наверное, главным событием минувших дней стал практически, как его называли, реактивный визит к нам в страну президента США Джо Байдена, который встретился с военно-политическим руководством Израиля, побывал на юге, где своими глазами увидел то, что там случилось, встретился с пострадавшими. Он много выступал, много говорил. Говорил очень искренне, хочется верить, эмоционально. То есть не просто по написанной бумажке, а какие-то общие дежурные фразы. И очень конкретно, что тоже как бы внушает надежду на то, что это не пустые слова. Но еще одно то, что вот часто сегодня звучит на просторах СМИ, интернета и высоких кабинетов, это то, что можно сформулировать так одной фразой. Нам нужна одна победа. Но при этом все, причем и внизу, что называется, и наверху, судя по всему, как можно предположить, что и наверху тоже, задаются вопросом, а что такое наша победа? Вот что, ну вот, я не знаю, во Вторую мировую было там взять Берлин, убить Гитлера, уничтожить фашизм. Я, естественно, так очень общее говорю. Что такое наша победа сегодня? Чего мы хотим? И можем ли мы это реализовать то, что мы хотим? Вот Байден и Антоньягу во время встречи в Тель-Авиве заявили, что это будет другая война, имеется в виду, чем предыдущие войны Израиля, потому что Хамас другой враг. Но мы, мы, и я имею в виду уже те, кто наверху, избегаем конкретики в оглашении своих планов. Я, конечно, понимаю, что, возможно, это большой секрет, но, тем не менее, такое ощущение, что это делается специально, чтобы потом не надо было слазиться с высокого дерева. Марк Котлярский, скажи мне, пожалуйста, у тебя лично есть представление о том, что мы хотим сделать, что мы можем сделать, и совпадает ли вот это вот пожелание нижнего слоя Израиля с верхним? Я думаю, что не совпадает, потому что верхний слой всегда, знаешь, помнишь же, да, знаменитую фразу Шарона, на которой на иврите звучало то есть то, что мы видим наверху, это не значит, что мы видим внизу. И он чем-то прав. Почему? Потому что, во-первых, давление извне, да, давление мирового сообщества, во-вторых, какие-то, видимо, какая-то, видимо, информация разведывательная, характер еще какого-то, которая нам не сообщается, она будет, если, может, не сообщена, будет через 50 лет, какие-то подковерные игры, переговоры, о которых тоже нам не сообщают. Ну, как всегда, это касается не только израильского правительства, любое правительство, так сказать, естественно, держит в секрете свои какие-то планы стратегические и так далее, и так далее. Значит, потому что, судя по опросам, например, так сказать, низ, если говорить условно, низ, то есть те, кто не стоит у власти, выступают за, безусловно, и как минимум, демилитаризацию сектора газа. То есть это, как бы, главное направление, второе за уничтожение Хамаса и власти Хамаса как такового, если говорить в целом. Да, если говорить в целом. Если же говорить о стратегических планах, то я думаю, что, и мое это глубокое убеждение состоит, базируется на ряде источников и на ряде, так сказать, извлечения материала там и так далее, то планов стратегических, что делать с газой, нет ни у кого реально потом. То есть, как бы, это тот случай, когда, как говорил Наполеон, главное ввязаться в процесс. А дальше мы посмотрим, что из этого получится, потому что другого выхода нет. Вот вам пример, да, скажем, предложено было Египту открыть КПП Рафиах и впустить туда хотя бы часть беженцев. Египет в лице руководства говорит, извините, ребята, нам этого не надо. Там до сих пор не открыт даже гуманитарный коридор, где стоят более ста грузовиков с гуманитаркой, и уже не Израиль не пропускает, а Египет не пропускает эти гуманитарные грузы. Более того, король Абдалла... Извини, чтобы люди поняли, он не пропускает палестинцев к себе из газы и не пускает эти грузы в газу. Естественно, да, об этом-то идет речь, да. Тот же король Абдалла заявил то же самое, как бы, причем выступая не только за себя, но и за Ассиси, говорит, что нет, спасибо, нам не нужны беженцы. Может быть, вы их себе возьмете. А Ассиси вообще, как мил, сказал, что ребята, типа Израиля, обращаясь, возьмите их к себе и расселите в пустыне Негем. Отличился, правда, и премьер-министр Шотландии, Хамзай Усав, который заявил, что мы готовы, значит, принять у себя... Он пакистанец, как бы, и его честь и честь в настоящий момент застряли в секторе газа. У него личный, видимо, интерес. Но, как бы, я думаю, что это выход, да, отправить палестинцев в Шотландию. Было бы очень хорошо. Ну, там, юбок побольше подготовить к лече. Так, и все будет в порядке. Это как бы вот единственный глаз прозвучал человека, который готов принять у себя беженство. Но что делать с стратегической точки зрения с газой? Я думаю, что такого конкретного решения нет ни у кого. Есть предложения? Одно из них, я сказал, это превратить газу для начала в демилитаризованную зону. То есть, изъять оттуда все возможное оружие. Перекрыть все возможные туннели. Изъять оттуда все ракеты, которые накопил Хамас и исламский дехад. Это одно. Второе, которое, кстати, озвучивал в свое время арабист доктор Мордыхай Кейдар, это разделить газу на кланы. И превратить их в таких своеобразных эмиратах. То есть, договориться с какими-то шейхами, которые там есть. И которые, кстати, недовольны, некоторые из них недовольны властью Хамаса. Отдать власть шейхам. И шейхи сами, дескать, наведут там порядок в этом секторе газа. Третий вариант. Это создание, как бы, собственно говоря, потому что де-факто есть уже так называемое государство газа. Так вот, если на территории газа и какой-то еще кусочек там отдать им, скажем, типа Синая, создать вот это государство, объявится создание государства в Палестине, например, на территории газа плюс Синай. И вот будет палестинское государство. Делайте там с ним еще что хотите, ребята. Потому что формула «два государства для двух народов» смешно, она не работает. Потому что уже не два государства, а три государства, учитывая тот факт, что Ромала и газа, по идее, враждуют все это в последнее время. Вот извините. Нет, нет, все нормально. Марк, спасибо. Марк Горин, в принципе, тот же вопрос тебе. Я дополню просто его для лаконичности еще одним маленьким вопросом. Вот что должно, по твоему мнению, и по мнению наших руководителей, как ты предполагаешь, произойти, чтобы мы могли сказать, мы победили. Вот нам все время сам с первого дня войны говорят, и нас уверяют в этом, и успокаивают. Мы победим. Что это означает? При всем желании согласиться, хотя многие нюансы мне показали достоверными, из того, что я услышал своего очень давнего товарища и полимического партнера Марка Котлярского, при всем желании согласиться, я наткнулся на такую странноватую немножко вещь в его спичах. Дело в том, что там просто как-то смешались, не объяснив друг друга, три разных вопроса. Первое – это какова должна быть победа, а то о чем ты спрашиваешь, что мы имеем в виду, когда мы по победе. Второе – что будет после победы с газой. И третье – что делать с сегодняшними беженцами из газа. Это разные вещи. Все невозможно объять, не объять. Я поэтому начну с главного, с того, что ты спросил, насчет победы. Значит, победы и так. К счастью для меня, вот и моим надеждам, разговоры в первый день-два о том, что надо уничтожить военный потенциал Хамаса, надо обезопасить себя от военных, возможных военных атак Хамаса. Эти слова ушли в прошлое. И осталось только одно мнение, как наверху, вот, Бог употребляет термин, так и внизу. Это уничтожить Хамас как явление, как организацию, полностью его уничтожить. Насчет верха и низа, вот то, почему Марик усомнился, что все так говорят, это не совсем так. В демократическом обществе правительства вверх – это всегда политики, о политике должны что-то говорить народу, потому что они голосуют и так далее. В отличие от диктатуры, которой тоже вынуждены что-то говорить. Ты имеешь? Так вот, в отношении, значит, того, чем все пользуются, насчет уничтожения Хамаса. Говорят, что это невозможно, это вообще невозможно. Дитлеризм был уничтожен и остался либо, ну, в переги историков и иногда в умах негодяев, которые просто, в конце концов, вымирают со временем, приходит поколение, которое этого не помнит. Та же Аль-Каида была уничтожена, хотя тоже все говорили, что это невозможно и так далее. Возможно. Было бы желание. Значит, на мой взгляд, ну, я не знаю, через трибунал, вполне возможно и международный трибунал, поскольку среди заводников есть люди, представители разных стран, руководителей, прямые лидеры. Есть президент Днепрского трибунала, прямые лидеры и те, кто командовал скромно на руках, призывал к умерщвлению мирных граждан, должны быть уничтожены, просто казнены. Какие-то люди, менее виновные, которые заставили, должны, так сказать, уйти на принудительные работы очень надолго. настолько, чтобы они имели возможности раздать новых детей. Вот. Остальные, если они, ну, может быть, какая-то индульгенция, я знаю, какая-то самая, ну, конечно, этих людей надо будет обеспечить производство, медицину и каким-то минимальным доходом, чтобы они могли хотя бы на что-то существовать. Я имею в виду тех, кто население газ. Это первый вопрос, который был теперь, ну, я не знаю, ты руководишь временем, сколько бы у меня есть, не знаю. Желательно уложиться пару минут, чтобы мы могли еще по одному вопросу. Что делать с газой после победы? Я беседовал с Ювагеном, очень известным обозревателем. Он мне не ответил на этот вопрос. Он придумал несколько версий. Значит, кто-то контролирует. Израиль не хочет контролировать эту ситуацию. Палестинская автономия не хочет контролировать сама и не хочет контролировать Египет. Короче говоря, никто не хочет, а чего делать? А оставлять их на произвол судьбы будет новый Хамас. Понятно. Значит, на мой взгляд, на мой взгляд, надо дать, может быть, в словах Марка что-то есть насчет шейков. Я небольшой специалист по шейкам. Вот. На мой взгляд, если полистинская автономия, не знаю, кто в ней будет руководить, есть такой человек, как Дахван, вполне вменяемый политик, князь газы, и в свое время готовый с нами сотрудничать, руководя газой, и правительство Нитаниягу отказалось пропустить его воружение в газу против Хамаса. Это привело к очень тяжелым последствиям. В общем, в том числе и к сегодняшнему дню. Здесь такой человек, Дахван, я не знаю, сможет ли вам возглавить полицию. Марк, давай сейчас не будем за вас глубокую политическую политику. Она могла иметь под нашим контролем столько полиции произвел, чтобы он как-то рисовал, затал. Есть Египет, есть Савданск. Спасибо. Марк, Катлярский, вопрос тебе. Понятно, что мы не военные обозреватели и не можем всерьез рассуждать на эту тему, но тем не менее, вот есть такая цепочка последних лет событий. 2021 год операция «Страж стен» продлилась 12 дней, после этого была закончена. 22-й год операция «Рассвет». Она продолжалась 3 дня. 23-й год операция «Щит и стрела». 5 дней продолжалась. Самая длинная была, напомню вам, нерушимая скала. Она растянулась на 51 день. Имела, кстати, наземную фазу. Наши войска тогда вошли на 3 километра, в основном для разрушения туннелей, и что обеспечило нам на несколько лет спокойствие. Скажи, пожалуйста, Марк Котлярский, обращаюсь к тебе, какой же должна быть тогда нынешняя операция, война, можно называть любым угодно термином, это все в данном случае словесное лукавство, чтобы достичь главной цели, которую лично я формулирую для себя очень просто. Добиться спокойствия для Израиля, обеспечить безопасность Израиля. Как это будет называться? Разгром Хамаса, уничтожение Хамаса, свержение Хамаса, это все для высоких кабинетов, это не моя терминология. Так вот, скажи, пожалуйста, а вообще возможно все это, на твой взгляд? Конечно, возможно, но вопрос, ты правильно сказал, как действовать. Марик сослался на авторитет Цвимогена, я с ним согласен совершенно, потому что мы оба знаем хорошо Цвимогена, это действительно дипломат, человек, который прекрасно информирован и великолепно разбирается в ситуации. Я соклюсь на другого авторитета, у которого я тоже брал интервью. В Иерусалиме живет потрясающе интересный человек Мартин фон Кребель, который считается сегодня одним из крупнейших военных теоретиков мира. Мира, но как бы у нас принято, что евреи все умные, поэтому самых умных, как правило, не приглашают советовать. И вот этот человек, который считается, что он разработал современную теорию военную после Клаузевица, это второй человек в мире, который разработал теорию так называемой нетринитарной войны. К чему я это все веду? Потому что он мне сказал в интервью, что нетринитарная война, это война, которая ведется не по правилам конвенциональной войны. То есть война, когда одна армия воюет против другой, это тринитарная война, конвенциональная война. Мы имеем дело с Хамасом и исламистскими группировками, партизанами, по сути. То есть это герилья, это партизанская война. С которой нужны совершенно другие подходы. И он мне сказал, есть два пути, которые позволяют сражаться и победить в герилье, обеспечив полную безопасность. Первый вариант это сирийский, второй вариант это британский. Сирийский вариант это то, что нам мы сто процентов не пойдем. Это когда в свое время Асад Старший собрал мятежников в одном регионе всех и просто сжег химическим оружием. И на этом вся проблема мятежников сразу ушла. Второй вариант это британский. Когда британцы устав постоянно сражаться с Северной Ирландии просто ввели туда полицию войска и установили полицейский режим и контроль взяли на себя и навели порядок и действовали законы Британской империи Северной Ирландии любой проступок наказывался соответствующий с уголовным законодательством. То есть по аналогии с нами захват газа и контроль над ней по 100%. До тех пор пока там не будет наведен окончательный порядок. То есть в таком только два варианта сказал он. ни к одному из этих вариантов мы не прибегли и потому изначально мы проиграли инициативу Хамаса. Потому изначально мы так сказать все те войны о которых ты говорил Миша они по большому счету результатом не закончились. Конечно я поэтому и привел их в пример. Нет они закончились каким-то локальным временным результатом. Локальным промежуточным результатом в результате мы и это надо было предполагать что как говорил один классик критическая масса дерьма чреватым взрывом. И вот мы получили этот взрыв в результате. Марк спасибо. Вот так вот мое мнение. Я понял. Марк спасибо. Марк Горин в принципе тебе тот же вопрос я его просто заварфулирую отталкиваясь от того что говорил твой собеседник. Нас опять ждет может быть более длительная более глубокая но все равно не война а военная операция по типу тех которые я уже перечислил и опять какое-то временное решение проблемы. Я очень надеюсь что операция продлится столько чтобы вопрос существования Хамаса или нет вернее не существование Хамаса было решено окончательно и без поворота. Столько сколько понадобится хоть до уборщицы вставе Хамаса или уничтожить или интернировать на такой срок чтобы это практически означало тоже вот твой вопрос я хочу уточнить я там назвал имя господина Дахуана я хочу сказать зрителю кто может этого не знает значит это очень влиятельный в газе человек руководитель она бы из Куана о чем говорил Маш и он готовил со стороны Объединенной Арабской Объединенных Арабских Эмиратов насколько мне известно наше соглашение вот с Эмиратами готовил положительное решение по этому по этому договору насколько я понимаю договора способен теперь что касается того что из этого что с этим можно делать вы знаете я могу показаться странным или ну как бы устаревшим всего там возраста но мне припомнился опыт советских республик когда хозяйственная деятельность и непосредственно полицейские силы там с пистолетами доверяются местным руководству а контроль за безопасностью идеологией контроль за внешним границ и так далее доверяются да они вполне чувствуют себя нормально спускаются сверху из столицы путь до тех пор как сказал очень правильно пока это не изменится это не совсем ирландский это совсем не сирийский вариант и несколько не ирландский более мягкий но достаточно надежный он работал достаточно долго и мы говорим свидетель его можно улучшить сделать его более современным и контролировать эту ситуацию сверху насколько это возможно ну придав определенные возможности развития хозяйства и так далее но контролировать очень жестко чтобы не дай бог слова хамаски был предъявлен на саму положительную хвалу хамасу надо отправлять в качестве уголовного преступления марк спасибо на этом все напомню что моими собеседниками сегодня были израильские журналисты марк котлярский и марк горин всего доброго всего доброго до сих пор